большинство рукодельниц боятся и не знают вообще как подобраться к этим нитка вот мы берем номер один сверяем белый белый отлично вот эти моточки они очень хорошо вот так развязываются аккуратненько развязали да теперь нужно этот моточек немножко покрутить вот так в руках он начнет открываться давайте вы еще покрутим немножко в руках так с ним поиграемся вот а ларчик то прост и мы видим где у нас есть вот такая врезанная ниточка все вот такая длина идет у пазмы и не знаю видно вам не видно видно наверно вот так по диагонали покажу вот больше она не откроется я нахожу обычно то место где есть вот это вот ниточка и в этой части вот так я надрезаю получается у нас нарезка дальше что мы делаем вот у меня номер один нужно было номер один и повесить всего ниточка разместилась показываю очень подробно так все это раз жевую как говорится для тех кто будет смотреть это видео в первый раз кто будет работать с этими ниточками в первый раз для опытных рукодельниц конечно же тут нет ничего нового и может вам будет скучно ну вот видео для начинающих дальше второй номер у нас это вот такой вот цвет телесный здесь видите два мотка я обычно два сразу не нарезаю нарезаю 1 2 обычно идет запасы как часто показывает опыт что даже он и не нужен это большой такой моток поэтому здесь он сразу распадается покрутим 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 еще покрутим она не спешить вот пожалуйста мы видим вот даже здесь у нас 1 2 ниточка вот здесь у нас заканчивается нить когда ее наматывали да и обрезали поэтому здесь же и номер два размещая почему я люблю именно вот эти органайзеры для шерстяных ниточек потому что здесь есть достаточно пространство чтобы повесить всю эту пасму видите много и потом очень удобно их завязывать косы на этих органайзерах поэтому мне очень нравится и иголочку сюда удобно парковать какой набор покупать либо это будет новая комплектация либо старая берите старую но это мое мнение конечно может быть кому-то лень будет сидеть от разбираться с этими мотками и нарезать их но на комплектации все-таки планшетки очень удобно взял и приступил к вышивке это конечно уже на любителя я вот люблю эти моточки видите как быстро правда и совсем не сложно итак я разобрала полностью все моточки остались у меня здесь запасные вот они я их пока не буду разбирать трогать а пусть полежат и вот что у меня получилось вот такая вот у меня здесь яркая радуга и очень красивые ниточки они немножко пушист